Я для вас прочитаю сегодня небольшой открытый вебинар на тему «Губленная работа с 18-м Арканом Птаро». И мы начинаем. В двух словах о себе. Занимаюсь я достаточно давно, больше 12 лет в школе Атлантида. Преподаванием занимаюсь уже лет 9. Достаточно долго, накопил большой опыт. И за это время существенно сам развился, повысил свой потенциал. И обучил достаточно большое количество людей. То есть в этой традиции я занимаюсь сам достаточно давно. Отсюда берусь проводить обучение и проводить вебинары на данные темы, обладая соответствующим опытом. В данном вебинаре мы с вами будем рассматривать работу 17-м Арканом. И, возможно, некоторым из присутствующих это ничего не говорит. Некоторым говорит достаточно много. И о чем же здесь идет речь? Речь на самом деле идет о возможности сознания мага настраиваться на внешние энергетические потоки и использовать их в своей работе для усиления себя и для получения определенных качеств, определенных свойств. Мы работаем в сифератической традиции с энергиями самой планеты. И исследовано, изучено было в древности энергетика организма планеты. Была изучена некая структура строения энергетических потоков и энергетических каналов планеты. И в итоге составлена некая блок-схема, схема этих потоков. Выяснилось, что у планеты, понятно, разумно. Во-первых, изначально выяснилось достаточно давно. И на этом, собственно, вся магия позируется на том, что планета обладает разумом, а не просто кусок породы где-то в космосе болтающийся. И существует связь между сознаниями людей, между людьми вообще как видом и сознанием планеты. Существует прямая связь и возможность за счет этого совершать какие-то воздействия, манипуляции, возможность магии как таковой. Так вот, планета, помимо того, что она разумна, она еще представляет собой многомерный объект. То есть представляет собой не только вот это физическое тело, как бы тело самой планеты, материальное, которое мы воспринимаем, которое обычные люди воспринимают, на поверхности которого мы с вами сейчас находимся. То есть помимо вот этого уровня или плана существует еще 9. То есть всего есть у планеты 10 миров, 10 вариантов планеты, находящихся на разных частотах. То есть в самой нижней планке физический уровень, физический мир, это вот физический, собственно, мир, в котором мы находимся. Но есть этаж выше, и это астральный мир, и это тоже некий вариант такой планеты, такого же организма, но где опорная частота на другом уровне, на уровне манипуру чакры находится. И это астральный мир, да. Еще выше по частотам есть как бы так называемый мир снов, мир как бы вход в пространство смерти, мир неких идеальных форм. Таким образом получается целый набор таких вот планов, из которых планета состоит. И эти планы называются сефиры. Да, и восприятие у обычного человека доступно только вот самое нижнее, где физическое тело находится с органами чувств. Ну, люди с развитыми способностями, духовными способны взаимодействовать на, как бы, других планов и быть там осознанными. Например, в астральном мире, да, или некоторые специализируются на практиках и в мирах снов. Или наоборот, некоторые там работают и в мирах, как бы где умершие обитают. То есть развивая свое сознание, можно проникать в другие уровни, и быть там осознанным, совершать определенную работу. И это связано с выходами из тела, из магии там демонологов, которые работают с существами вот этих планов. Но это не то, о чем мы будем сегодня с вами говорить. А нас интересуют определенные силовые потоки, которые формируются между вот этими планами планеты, между этими мирами. Да, и те, как бы, потоки силы, с которыми работают маги, они формируются между вот этими мирами, между сефирами, за счет разности потенциала. То есть мы, как бы, физическое тело обитает наше на самом низкочастотном плане, да, скажем, тот план, который выше, будет или сефира, или мир. Да, астральный мир, там будет частота выше, соответственно, энергия будет оттуда, течь сюда, в этот мир, в эту сефиру. И будет формироваться некий поток, поток силы, поток энергии. То есть представьте себе объем планеты, какое это тело может обладать энергией. Представьте поток энергии между двумя такими телами. Одна как бы быстрее по частотам излучает по отношению к вот этой земле, на которой физическое тело, да. Соответственно, поток пойдет оттуда, где энергии больше, сюда. И когда мы говорим о работе с каналами дерева сефира, то мы говорим о вот этих потоках, которые формируются между мирами. И они проявляются в том числе вот и в физическом нашем мире. И существуют определенные способы настройки сознания на эти потоки. Такой способ настройки называется словом «аркан». То есть аркан — это некий крючок, такое некое длевочное лассо, крючок, которым цепляет поток вот этой силы, текущей между мирами, внутри организма планеты. По-другому эти миры можно было бы сравнить, если сравнить разум планеты с нашим мозгом. То в мозге у нас есть разные доминантные центры. И между ними тоже может быть некий энергообмен. То есть здесь мы говорим о неком потоке. И вот эту вот настройку, систему арканов разработали древние египетские жрецы в древнем египетском царстве, которые добыли эти знания определенными путями. И они разработали систему настройки сознания человека без каких-то специальных приспособлений, просто само сознание. Возможность самому сознанию быть таким навигатором, смещаться в многомерном пространстве, сознанию смещаться внутри сознания планеты, а сознание человека может двигаться внутри сознания планеты и совмещаться с тем или иным вот этим потоком силы, пролегающим, как бы текущим в многомерном пространстве, между мирами, как бы в планете, между сефирами, между вот этими планами в организме планеты, вот эти совмещаться, настраивать сознание человека-мага с вот этими потопами сил. Таким образом, они получили возможность работать с силами, с энергиями самой планеты, то есть использовать саму энергетику организма планеты для того, чтобы усилить свое сознание и совершить какую-то мощную работу. То есть представьте, такой источник энергии в рамках целой планеты. То есть целая планета является вашей батарейкой, которую ваше сознание способно потенциально охватить. Таким образом, мы получили некие арканы, там древние египтяне их разработали, получили, описали в серии трактатах, связанных с домом бога Тота. Жрецы этого бога составили такие списки, такие опись. В итоге, за многие тысячелетия эти знания, они к нам попали в виде карт Таро, в виде картинок, как бы, на которых эти жрецы перед гибель своей цивилизацией просто спрятали эти настройки, спрятали данные знания. И если для большинства людей карты Таро – это чего-то такое, там, околоэзотерическое и связано вообще напрямую, там, только с каким-то гаданием, и их рисуют как макулатуру «Все, кому не лень», этих колод сейчас, как бы, там, начирикали, как бы, немеряное количество, то для магов, для посвященных в традицию, эти карты несут некий особый смысл. И они связаны в первую очередь вовсе не с гаданием, хотя, да, действительно, с помощью карт Таро можно гадать. Но для магов, знающих традицию, эти картинки представляют собой именно настройки на канал. То есть секрет, тайна этих карт состоит в том, что на вот этих картинках описаны настройки на планетарное сознание. То есть мудрые, как бы, древние жрецы египетские, они, как бы, свою тайну спрятали совсем близко, как бы, у всех под носом. Да, и мало кто знает, что истинную, как бы, ценность, какое сокровище вот в этих картинках скрыто. Да, информации много, картинок всяких тоже, как бы, бестолковых много, а, как бы, истинная суть, она известна немногим. Вот, но зато те, кто знает эту суть, реальную карт Таро, они через эти настройки, зашифрованные в картах, определенным, как бы, иероглифическим письмом, способны свое сознание настраивать на вот эти потоки энергии планетарных и овладевать определенными силами, определенными ситхами. В нашем курсе, про который я буду рассказывать, мы как раз и будем учиться овладевать одной из таких сил, связанных с 17-м каналом. Этот канал у нас идет как раз между двух миров, формируется, да, Ницахот, и идет он по частоте Анахата чакры. Особенность этого канала в том, что он является горизонтальным каналом, он разделяет между собой, как бы, две плоскости энергетические, и об этой особенности мы немного дальше поговорим. То есть, мы выяснили, что вот эти карты Таро, не просто картинки, не просто какая-то там блажь изгадания, но в них, оказывается, может содержаться некий тайный смысл, некие ключи, да, и что мы будем работать в этом курсе с определенным каналом 17-м. Вот, но возникает вопрос, как бы, как это делать, да, что нам нужно для того, чтобы в этот канал лезть. То есть, мы здесь видим некую, как бы, картинку, и это некая схема, которая есть в схеме дерева сефира. Вот, здесь мы видим кружки, это сефиры, и они соединены каналами, да, которые пронумерованы, их 22, и каждому прикреплена некая картинка карты больших арканов, которая соответствует конкретному каналу. Вот, и здесь нам видно вот этот 17-й канал. Но возникает вопрос, как бы, что с этим дальше делать? То есть, я говорю, что маги могут свое сознание, своим сознанием перемещаться по вот этому, по сознанию, по разуму планеты, по многомерному организму самой планеты, и входиться, настраиваться с теми или иными каналами, становиться проводником той или иной силы. Это дает очень большие возможности, да, и опять же, в традиции магической существует технология, которая позволяет это делать, позволяет свое сознание сместить, сдвинуть свое восприятие и настроить его с каким-то другим неким потоком. То есть, сознание обычного человека, оно фиксировано. Обычный человек, не обучающийся, как бы, магией, не может свое сознание двигать в многомерном пространстве, настраивать свое сознание на какие-то другие, там, не то, что каналы потоки, но вообще, как бы, просто двигать, да, и менять, вообще, позицию своего восприятия, начать, как бы, мир воспринимать по-другому, с другой позиции, да, то есть, обычный человек, он, его, как бы, восприятие фиксируется снаружи, и человек обычный от мага отличается тем, что маг умеет свое восприятие двигать, как бы, осознанно, менять, как бы, то, как сознание мага монтирует мир, Когда, в какой точке, как бы, многомерного пространства наше сознание находится. Значит, эта технология, она связана с практикой фаербола, когда мы строим, используя энергетику нашего тела, потоки, проходящие через наш организм, мы можем сформировать некий огненный шар, сгусток энергии, да, отсюда название фаербол. То есть мы на самом деле формируем некий очень плотный сгусток энергии, прорабатываем его, вкладываем туда энергии нижнего подключения, верхнего подключения, и с помощью этого сгустка энергии, с помощью этой плотности мы можем начать манипулировать нашим восприятием, нашей точкой сборки, так называемой. И вот этот процесс с настройки, с как бы слияния, да, с двига точки сборки и включения своим сознанием в разные потоки сил, этот процесс, он связан с этим смещением точки сборки в многомерном пространстве. Больше всего это похоже, когда мы вот на радиоприемнике движемся, скажем, по FM-диапазону и настраиваемся на какую-то передачу, на какой-то сигнал радиостанции, да. И можно сравнить вот это вот многомерное пространство, про которое я рассказывал, вот это дерево сифирот, как некую такую плоскость, скажем, для начала, да, где на определенных частотах идет некий поток, некий сигнал. Вот, ну вот эта вот модель с радиоприемником, понятно, крутим-крутим, ничего, белый шум. Это, условно говоря, область, где находятся обычные люди, там ничего нету, да, то есть в том месте, где их точка сборки монтирует реальность, там нету потока какой-то силы, которая бы их наполняла, давала бы какие-то возможности. Да, а маги, они умеют ходить между вот этими белыми шумами и совмещаться с частотами, как бы, да, в многомерном пространстве, где идет потоки силы, определенные качества. Маги, как бы, знают эти радиостанции, условно говоря, и умеются настроиться с нужной, с нужным потоком, чтобы начало, как бы, распирать определенная сила с заданным качеством, да, и тогда сознание обретает определенную мощность, определенное могущество, определенные свойства, качества. Вот, но в реальности все не так линейно, то есть в реальности это, как бы, не плоскость, условно говоря, это некий объем. То есть представьте, вам, у вас, как вам попался такой радиоприемник, в котором, как бы, чтобы поймать, как бы, частоту, нужно двигаться не по одной, как бы, оси, а по трем. У вас, как бы, три ручки, и вам, как бы, вот, куб некий, вам в этом кубе нужно найти какую-то конкретную точку, совместиться с конкретной точкой, да, то есть это, как бы, сложнее. Вот, а представьте, что мы, как бы, говорим о многомерном пространстве, и это, как бы, не куб, а это что-то еще с большей мерностью координат. И нам нужно, как бы, своей точкой сборки, вот этой считывающей головкой совпасть, да, с определенной частотой. То есть формируется, примерно, картинка, да, то есть вот организм планеты, некий многомерный, и у нас есть наша точка сборки, на поверхности кокона находящейся, как некая такая считывающая сигнал-головка. Да, и мы, наша точка сборки, она может двигаться в многомерном пространстве, то есть физически тело остается в одном месте, точка сборки двигается, да, и это, как бы, выглядит, как вот такое считывание вот этого сигналов в объеме. И где-то в этом объеме есть определенные потоки сил. Так вот, у МАН, да, как бы, есть координаты, и эти координаты, они записаны в схеме дерева Сиферон. Да, скажем, посмотрев на эту схему, где идет 17 канал, понятно, что он становится тем, кто знает традицию, что этот поток, он идет на частотах анахата чакры. Да, значит, вот, вверх-вниз, мы уже можем, условно, ручку, как бы, вот этой настройки выстроить на частоте, соответствующей анахата чакры, зеленый спектр. Да, то есть мы можем сместить тогда уже вот эти там три ручки, условно говоря, одну ручку, мы, как бы, вот это вертикальное, как бы, да, где у нас должно быть восприятие, мы смещаем ее на частоты анахата чакры. Да, то есть мы фиксируем наше восприятие на частоте анахата чакры, да, на той частоте, где находится вот этот поток силы. И тогда мы дальше уже можем, как бы, использовать остальные, условно говоря, ручки, чтобы совместиться с вот этим неким потоком силовым. Понятно ли вот это? То есть мы с вами, да, живем внутри организма, и этот организм обладает разумом. Он обладает разумом, обладает определенной структурой, определенным строением. У этого организма есть определенная даже иерархия сознаний, да, то есть люди, эгрегоры, какие-то надэгрегориальные конгломераты, да, и причем, как бы, сами люди, они тоже делятся там по частотам, по кастам. Есть, как бы, не магические уровни, магические уровни, эгрегориальные уровни. То есть есть определенная иерархия, да, и эта иерархия, она в том числе отображается в виде схемы дерева Сефирот. То есть в сам физический мир, где вот наши физические тела находятся, соответствует Сефире Малькут. А астральный мир, и там наши астральные тела находятся, это Сефира Юсот, да, скажем, вот Сефира Тефире, мир, как бы, неких идеальных форм. Здесь находятся наши тела, связанные с мышлением, связанные с вишутхой чакрой, с говорением, как бы, с личностью и алгоритмы поведения какие-то, да, то есть они там проявляются. А, скажем, вот в Ницах, мир снов, сюда попадают наши тела, нижнего ментала, анахата чакры, во время сна. То есть когда человек спит, сознание из тела смещается вот в этот мир снов и в виде какого-то облачка там пребывает. Все люди во время сна, как бы, смещаются в это пространство, в основном. Да, то есть в итоге мы имеем дело с достаточно сложным таким организмом, в котором мы как-то где-то проявлены, да, и какие-то взаимодействия происходят. Вот разница в том, что обычные люди никак этого не воспринимают, не знают вообще, как бы, никакой модели, никакой схемы, да, а маги с этим могут работать, пользоваться этим осознанно и сознательно. Для этого мы используем вот эту технологию фуэрбола, определенная техника, позволяющая нам своим восприятием управлять. То есть реально с помощью этой техники маг может свое сознание двигать по вот этой структуре, по многомерному пространству планеты. Да, и чем мы занимаемся? При обучении мы начинаем изучать вот эту саму планету, саму энергетику, как бы, да, вот этот разум планетарный. Мы начинаем знакомиться с разными точками, с разными пространствами вот этого планетарного разума и учиться в него включаться. То есть работая, скажем, с курсом фуэрбол-1, да, мы учимся формировать вот эту структуру фуэрбола и двигать свое восприятие частоты, там, алькут, частоты манипура-чакры, частоты анахат-чакры, да, частоты, там, вишутха-чакры, да, и проникать во внешний мир, своим сознанием смещаться и взаимодействовать, там, с некими внешними объектами, нарабатывая, как бы, некий такой опыт личных взаимодействий с вот этим планетарным, как бы, сознанием в разных частотах. Дальше, приобретя этот опыт, мы начинаем работать с самими каналами. Мы начинаем учиться совмещаться с тем или иным каналом, входить с ним во взаимодействие, да, двигать свою точку сборки, двигать свое восприятие внутри организма планеты, совмещаясь с определенным потоком силы. И здесь нам нужны вот эти вот настройки, которые зафиксированы, отображены на карте. То есть, умея их интерпретировать, читать эти настройки, маг может составить некий, как бы, алгоритм, некую формулу настройки. То есть, здесь заложена вот эта вот координата, да, какие, грубо говоря, там ручки нужно подкрутить, чтобы наше сознание совместилось. Но здесь мы, как бы, не какие-то абстрактные, там, ручки, ножки используем, а здесь строится вот сам, собственно говоря, аркан. То есть, этот аркан является некая мыслеформа, это некие структуры, которые мы своим сознанием воспроизводим, и тогда за счет этого входим, сдвигаемся и входим в резонанс вот этим потоком. То есть, мы свое восприятие выставляем в многомерном пространстве, в место, где в многомерном пространстве, где в организме планеты проходит вот этот поток. И дальше тогда, сформируя мыслеформу, формируя аркан, совмещаемся с вот этим потоком. Вот. И это то, чем мы будем заниматься на первом занятии. Мы будем изучать сами настройки, изучать сами глифы, позволяющие нам смещаться, совмещаться с вот этим потоком. Мы будем учиться в свою точку сборки, выставлять в позицию, где этот поток существует, протекает. И на курсе Фуэрбол 1 мы уже начали этим заниматься. Но здесь мы начнем именно изучать сами непосредственно настройки, сами включения. Что, собственно говоря, из себя представляет этот поток силы, с которым мы будем знакомиться в ходе курса 17-й аркан. 17-й канал. Он из себя представляет определенный поток жизненной энергии. То есть, это некий канал в организме планеты, который в себя собирает всю энергию жизни, вырабатываемую живыми организмами планеты. То есть, в этот канал стекает вся модуляция, выработанная всей биосферой планеты. Вся вот эта жизненная энергия, она в организме планеты пребывает в этом канале. Умея с этим каналом работать, он получает ряд преимуществ, ряд возможностей, о которых мы сейчас поговорим.